Привет, друзья, с вами Миша. Я вас поздравляю от всей своей красной души с тем, что мы не только обыграли Тоттенхэм и наконец-то мы прервали нашу серию, в общем, бла-бла-бла-бла-бла. Самое важное, ребятки, даже не отставание от Тоттенхэма, что, безусловно, очень важно, а то, что сработала схема Мауринио. Мы увидели, как состав, который Мауринио считает основным, и его прагматика, которая может у многих в печенках, но его футбольная философия, наконец, принесла результат. Ребятки, как обычно, обо всем по порядку. Начинаем мы угадать, из чего. Сартовый состав перед вами. Он был точно таким же, как он был с Эвертоном, и в данном случае я не буду, так сказать, устраивать, подбрасывать вам дровишек, и чтобы мы начинали спорить, где же Эррера, кто же был десятым номером. В общем-то, ребятки, мы понимаем, что на самом деле ярко выраженного десятого номера в команде нет. Поэтому Карик у нас, с этим никто не поспорит, он чистой воды опорник, а Погба с Эррерой вот так вот располагаются, и то один, то другой, а то оба. Соответственно, бокс-то бокс, кто-то впереди, кто-то иногда сзади. В общем-то, ребятки, нету Мауринио десятого номера в этой конкретной команде. А Мхитарян, который играл справа, вот он как раз туда в центр и смещается. Сразу же, естественно, ребят, о Мхитаряне желаем парню здоровья, как сказал после матча Мауринио. Вроде как ничего серьезного. На самом деле, по тому эпизоду, когда Мхитарян получил травму, я сначала думал, что он хитрит, что он тянет время. Не потому, что он такой сякой, как бы он честный парень, он не симулянт. Но, как бы да, он профессиональный футболист, и тянуть время чуть-чуть, это нормально. Но когда дальше появились носилки, да, уже понятно, что не дом хата. Но, если бы там что-то было реально серьезное, понятно, что он по-другому бы реагировал. Как бы он лежал, может быть, корчился от боли, хоть он и мужественный парень, очевидно. Как сказал Мауринио, это там, возможно, неделька. Скорее всего, он пропустит матч следующий с Кристалл Пелос в среду. Ну, главное, чтобы теперь Мхитарян, ну, чтобы это не было, скажем, две недели, да, когда он немножечко подрастеряет форму, но, ребята, это парень такой ментальности, он так себя показал, что даже если это будет две недели, хотя не хотелось бы, вряд ли он физически или ментально что-то подрастеряет. На самом деле, было очень обидно, когда он сломался, потому что вот какая-то реально пошла, вот даже нереальная какая-то сказка, просто что-то, какой-то сюр. Он играет в каждом матче, от матча к матчу все лучше и лучше, то голевые посульки, один гол, сейчас он убежал, забил, и гол оказался победным. И он в каждом матче, man of the match, то есть он так ворвался, просто с двух ног вынес вот эту дверь и сказал, я здесь, ребята, теперь здесь я, all eyes on me, как бы не было обидно это слышать. Погба. Вот. И давайте сразу же скажем о поле Погба, если уж начинать говорить по индивидуалям, ну все, ну человек-звезда, то есть не хочется от выпуска к выпуску повторяться по поводу Погба, то есть диагноз понятен, здесь доктором Хаузом быть совершенно не обязательно, человек-суперзвезда футбольная, он от этого ловит кайф. Он может взять и пробить вот так вот штрафную крестовину, он может делать дела. И настолько это была интенсивная игра, реально очень жесткая, очень смотрибельная игра. Ну, может быть, там не фанатам, скажем, United или Tottenham показалось, что игра была достаточно нудная, без особого количества моментов, но интенсивность, скорости были просто невероятные. И в этой ситуации, к чему я все веду, ребятушки, Погба не так заигрался с мячом, он просто не мог. То есть такая была плотность в центре поля, такая была беготня, что он расставался с мячом довольно быстро. Ну, под конец, конечно, у него пошли его синдромчики. В общем-то, Погба в этом матче показал, что он может играть как большой мальчик. Эрера. Вот понимаешь, что... Да, ну, во-первых, понятно, что он дал голевой пас. То есть это та его функция, которая его подводит к основному составу. Но, в принципе, его КПД в матче и то, что он стал азартным, я об этом уже говорил раньше, он стал больше бороться, отрабатывать сзади, да. Реально, этот человек, даже когда он не дает такие голевые пасульки, как в этом матче, даже если он относительно в тени, это очень важное звено сейчас у Мауриньо. И вот эта схема, почему Мауриньо выписал тот же самый стартовый состав, он это объяснил очень просто. Хоть с Севертоном матч не был выигран, но, если не Филойни, то он практически был выигран. В общем-то, команда играла хорошо, и он, как поступают, как бы, даже заурядные тренеры, победный состав не меняет, даже если, да, формально победы не было. В общем-то, вот сейчас мы понимаем, что, ну, Мехитаряна, возможно, будет там пропускать игру или две. Вот такой вот у нас основной состав. Марсик, да. Опять, к этому парню есть какие-то вопросы определенные. Он не приносит, не дает, не дает нам комбинационного разнообразия, которого хотелось бы впереди. Но я в начале выпуска, ребят, сказал, что это был классический Мауриньо. Оборонительный. Вот я смотрю и думаю, неужели что-то, что не так с Тоттенхэмом, я думаю. Как-то они уж очень, очень однообразно и безидейно пытались к нам проникать. А потом ты понимаешь, что вот мы говорим, что там у Мауриньо такие там проблемы с позиционной атакой, бла-бла. И никто почему-то не говорит, что Мауриньо нахрен очень круто выстроил оборону, даже в условиях, когда у нас сломаны три основных защитника. Это двое центральных, ну, бои как бы уже подтягиваются, да, к основе. У нас Роха Джонс и Дармиан слева. То есть, как бы хорошо защищаться, ребят, да, это как бы по умолчанию. Да нифига подобного, реально. Это очень, вот за это реально надо похвалить Мауриньо. И очень трудно было Тоттенхэму прорваться. И были контратаки. То есть, собственно, мы в таком же прорыве забили вот сейчас. Да, мы с Зарей также разрывали. То есть, работает некий классический Мауриньо. Ну и в конце, на удержание счета, он выпускает филейни, он выпускает бои. В общем-то, запирает игру. Это может нам нравиться, может не нравиться. Мы можем вспоминать Фергюсона, да, у которого была лучшая оборона, это атака. Но, если философия Маура будет нам приносить результат, даже 1-0, даже такой вот, как бы, с откатыванием в автобус, я против не буду. Сразу же скажу про филейни. Мне очень понравилось то, что после матча сказал сразу же Мауриньо. Он сказал четко, понятно и прямо. Я эту победу посвящаю филейни. Потому что его освистывали, да, и трибуны, в общем-то, когда он разминался, когда он выходил на поле. Был определенный гудеж в адрес. Ну, загнобили мы парня, да. Если вы зайдете, например, там, в его инстаграм или фейсбук, увидите топ-комменты, где просто парня реально гнобят. То есть, говорят очень нелицеприятные вещи, мол, ты несознанный для этой команды, езжай в свою, там, Бельгию, где-нибудь в 10-й дивизион, только подальше с наших глаз. Да, я, конечно, тоже причастен, ну, частично к тому, что, ну, все мы, понимаете, мы же болельщики в первую очередь, да, мы же не члены семьи филейни. Но, когда тренер, когда наш босс говорит такие вещи, правильные вещи, все-таки понимаешь, что филейни какое-никакое, но это звено, это часть нашей команды. То есть, если он, если его выпускает на поле Мауриньо, если наш тренер считает, что он сейчас может нам помочь, то есть, Мауриньо в футболе разбирается лучше нас всех, ребятки, вместе взятых, ну, наверное, все-таки, ну, не хочется, да, мне тоже не хочется видеть на поле филейни, но, если уж он выходит на поле, все-таки некое человеческое отношение, наверное, проявить было бы не лишним. И в этой ситуации реально Мауру респект за то, что он так поддержал парня. А кто, если не он? Майкл Кайрик у нас основной опорный полузащитник. Ребятки, в это очень верилось с трудом. Человек не портит. То есть, в плане возраста, нет таких ситуаций, ну, были, если присмотреться вот сейчас в матче с Паттенхэмом во втором тайме, бывало, что ему трудно, то есть, ему отбирают мяч, ему трудно бежать назад, но в целом Кайрик очень важный футболист. И есть какой-то, есть какая-то фишка у Кайрика, при нем команда реально редко проигрывает. То есть, очень приятно, возможно, этот сезон будет для Мишани последним, и если он его пройдет на таком высоком уровне, то, естественно, мы все, ребятки, с вами дико кайфанем. Ибра весь такой из себя. Ибра, ну, честно, я кайфую, когда смотрю на его игру. Он, ну, персонаж, он, конечно, ребятки, тот еще. То есть, футбол, даже не только вот эти три очка, это какие-то маленькие ситуации. Даже когда Ибра, включая там режим босса 99-го левела, да, когда толкается грудью, бодается, даже если эпизод околофутбольный, ты все равно какой-то получаешь некий энтертейнмент. Ну, а то, что вообще-то Ибра не разучился забивать голы, то есть, он-то нам всем прекрасно доказывает периодически. Вот, он играет очень хорошо в подыгрыше. И когда команда у нас сейчас показывает некие сподвижки к игре в контратаку, куда может убежать Марсик, для чего, собственно, на поле он и находится, Мхитарян, конечно, трудно представить себе Ибру, который пол поля пробегает там со скоростью 30 км в час. Но в этих ситуациях Ибрагимович незаменима в том плане, что он оттягивает на себя защитника в центре поля, у него очень хороший пас, и в сочетании с Рерой, с Пагбой, то есть, у нас очень вариативная атака сейчас. Самый однообразный парень это Марсиаль, вот, но если это его однообразие будет возведенное, да, он доведет до такого уровня, как это было у Бэкхэма, когда он делает одно и то же, но, сука, лучше всех в мире, конечно же, Марсику не будет цены, хотя пока, естественно, этим не пахнет. Пару слов о защите, раз уж мы, раз уж мы об этом заикнулись. Джонс хорош, Рохо очень хорошо подготовлен физически. Это одно из его главных преимуществ, когда в конце соперник идет в навал, когда очень трудно, когда тебя разрывают, Рохо стелется, он успевает. У него реально очень классная физуха, причем из-за себя, из-за того парня. А тот парень, это да, ребятки, это первый в истории итальянец с армянской фамилией Матео Дормян. В общем-то, Дормянчик, к вопросу о той же самой физухе, он во втором тайме немножечко сдулся, через него были проходы. Вообще Тоттенхем, как вы, наверное, заметили, атаковал в основном именно через наш левый фланг обороны. Может быть, именно крен у них был не потому, что там Дормян более проходной защитник, нежели Валенсия. Ну, как-то вот почти на что-то такое задумал, и очень-очень хорошую, очень значимую роль сыграл Рохо именно в подстраховке Дормяна, который плыл. Он не резкий. У Дормяна нет, как у Валенсии, как у Рохо, если тебя качнули, а потом в другую сторону качнули, или тебя убрали на замахе, ему очень трудно делать вот эти резкие движения. Ну, и то, что в Дормяне, хотя в предыдущих матчах, я говорил, я, естественно, не отказываюсь от своих слов, Дормян был неплох. Но когда супер интенсивно идет игра, причем все сваливаются, сука, именно на твой фланг, Дормяну тяжеловато. И в атаке. Ну, деревянный он, деревянный, ребят. Был эпизод, вот он идет, в принципе, никто особо его не держит, ему нужно отдать там на 5-6 метров пас Марсиалю. Чуть, ну, чуть на ход, но не может. Точнее, может, но иногда не может. Да, а так это не его. Может ли команда сейчас, в 21 веке, позволить себе иметь крайнего защитника, который не особо полезен впереди? Это очень, это очень большой вопрос. Эта тема у нас известная, мы это с вами обсуждали, что там у нас идет баланс. То есть, когда у нас на поле Дормян и Марсик, и в этой ситуации именно, как именно в комбинации с Дормяну, возможно, именно из-за фактора Дормяна был Марсик у нас в основе, а не Решфорд. То есть, человек, который пропахивает всю бровку, да, то есть, левый фланг у нас сильно доминирующий по ареалу действия Марсиаль и Дормян, да, с меньшим интервалом действий. А там у нас наоборот, там все идет на откуп Баленсии, трехжильному и десятисердечному, с четырьмя селезенками и двадцатью пятью ногами, а Мхитарян у нас играет со смещением в центр. Мхитарян, man of the match, человек просто, это сказал Мауриньо, он сказал это прямым текстом. Вообще, очень интересно слушать Мауриньо, в отличие от Ван Галла, который все его интервью скатывались к тому, что поживем-увидим, да, вы считаете, wait and see, wait and see, то есть, весь сезон он только... Мауриньо сказал, что Мхитарян cross the line, то есть, он переступил ту черту, когда он вышел на уровень, на топ-уровень. И, кстати, он сказал, что другим футболистам тоже не прочь бы некоторым, он не стал называть имен, но тоже стоит вот за этим тянуться. В первом тайме немножечко мне не хватало того времени, что Мхитарян получал мяч, немножечко мало, во втором тайме он стал играть активней, он очень хорошо отрабатывал сзади. И, в общем-то, даже когда Марсиаль, вот вроде идет атака, и Марсиаль, и Мхитарян не так часто, скажем, получают мяч, они оттягивают, они растягивают и высвобождают пространство для нашего получеловека-полубога. Это, ребятушки, Поль Пагба, чтобы он там творил, чтобы он расписывал свои картины и, в общем-то, страдал периодической херней. У нас впереди матч, который должен стать проходным. То есть, если мы в среду, в 11-м в Москве, если мы в среду не обыграем Crystal Palace, трагедии не случается, но мы зададимся вопросом, а нахрена тогда было обыгрывать Тоттенхэм, и вообще должны быть у команды, даже не претендующие, возможно, на чемпионство, а по идее с таким Челси попретендует на чемпионство, должны быть матчи железобетонно-проходные. Даже вот, даже если Мхитарян будет здоров, да, то есть даже в рамках премьер-лиги у тренера должна быть возможность ротировать состав. То есть, настолько, настолько нужно иметь уверенность в собственных силах, ну, конечно, пока у нас такой роскоши нет. Crystal Palace, сразу три очка. Сразу три очка должно быть без разговоров. Дальше Вест Бронович. В общем-то, мы вот эту безвыигрышную серию должны мы ее, соответственно, прервать девятью очками, ребятки, в трех матчах. Слава богу, закончится групповой этап Лиги Европы, но дальше, дальше там будет боксинг-дэй. В общем-то, очень, очень важная стадия сезона. Человек, о котором нельзя не сказать. К вопросу о том, что вот Мауриньо, наконец-то, это аллилуйя, Мауриньо определился со своими одиннадцатью футболистами, да, с оговоркой на травму, там, Смолинга и недовосстановившегося бои. Они, группа атаки сейчас имеется в виду, то есть вот Марсиаль, Мухитарян, да, там где-то вот Эрера и Златан. Где черта бери Мата? Ну, разговоры о конфликте Мата и Мауриньо, я думаю, ребятки, что актуальность уже давным-давно, то есть уже в некоторых каких-нибудь монгольских СМИ, которым совсем, наверное, не о чем писать, и которые отстали от жизни на 20 лет, может быть, они еще это вспоминают, но этого нет. Просто в данном случае, если у нас пошел некий крен, намек на контратаки, может быть, Мата он может быть, но скорее уже вместо Эреры. Человек, который, ну, Эрера больше успевает. У Эрера больше, больше, лучше физуха, он больше может отрабатывать сзади. Вот как-то получился человек, который еще, наверное, две с половиной недели назад был лучшим, то есть до того момента, когда начал выходить старт Мухитарян. У нас мы молились на Эреру, на Мату, в совокупности с Эрерой, вот, наконец-то, вот испанцы начали привнесли какое-то зерно здравого смысла в эту тупую прямолинейную нашу игру, которая сваливалась только лишь на забросы с флангов. Что сейчас делать с Матой? Вопрос очень открытый, ребята, и в комментариях, естественно, я жду от вас. Советов Маурини на этот счет. Сидеть ли ему на лавочке, как сменщик кого? Вот, вот смотрите, вот сейчас, да, сейчас, если не будет играть скрытый Аппелс Мухитарян, ну, наверное, его направо, да, опять потом вернется Мухитарян, и Мата сядет. В общем-то, футболист, ну, очень какая-то глупая, получается, дилемма. Вот твой лучший футболист команды сейчас оказывается полностью вне состава. Что делать, непонятно. Вышел Решфорд, валял дурака. Честно, Решфорд валял дурака. Я вот именно за этого парня немножко переживаю. За Решфорда я говорил и раньше о том, что, ну, нападающий он, ну, и Марсик нападающий. Но Марсик, он, он может больше, он может больше брать на себя по всему флангу. Какой, какой из Решфорда левый полузащитник, непонятно совершенно. Но, возможно, он реально, ну, еще очень юн. Когда там, когда Златан закончится, может быть, у Решфорда и будет возможность превратиться в какой-нибудь топ-форварда. А пока что это человек подмены где-то на фланге, то есть делать совершенно не свое дело. Но мы, благо, благо, ребятки, мы пока остаемся во всех турнирах, в которых участвуем. И у того же Решфорда, и у того же Маты будет еще все впереди. Но, а есть ребятки, которые вне команды. И, наверное, они, если не зимой, то летом эту команду покинут. Вы понимаете прекрасно, о ком идет речь. Ну, как минимум трое, да, то есть, ну, Швейнштагер, Шнайдерлин и Мэнфис. Ну, об этом в других выпусках, ребятушки. Ну, а сейчас смотрим на турнирную таблицу, что произошло. Фундаментальный скачок произошел. Теперь три очка только до Тоттенхэма. Челси в космосе. Конте абсолютно ушел в открытый космос. Где-то там арсенальчик. Вот смотришь, да, вот сейчас смотришь вот на эту четверочку, да. И что-то чужое. Очень больно осознавать, что мы не часть этого. То есть, почему нам должно быть интересно, кто выше арсенала ли Челси. То есть, наблюдать за этим со стороны, немножко больно, грустно. Но, как говорит Маур, самое главное, что мы играем хорошо. Обидно бывает, когда мы не воплощаем нашу хорошую игру в голы. Можно спорить с тем, действительно ли так very good мы играем, как это заявляет Мауриньо. Но, если мы будем брать реально очки в таких проходных матчах, как Crystal Palace и West Bromwich, наверное, мы попадем, черт побери, в зону Лиги Европы. Это непонятно, на самом деле, за что боремся в такой ситуации. То есть, ну, сейчас, когда еще только середина декабря, не думать о попадании там в тройку. Вот, не хочется, не хочется, ребятки, сейчас о грустном. В общем-то, главное, что три очка осталось до Тоттенхэма. Там ползет Уотфорд, ребятки, Уотфорд, с ним лучше не шутить. Здесь наступает на пятки, дышит нам Уотфорд в затылок. Ну, а что же остается, ребятки, вам? Это ставить лайки, не скупиться, подписываться, нажимать на всевозможные кнопочки. Их полным-полно вот здесь вот перед вами на вашем экранчике. Ну, и, ребятки, мы же можем, и мы это знаем, мы будем биться, мы будем сражаться, грызться до последней красной капли нашей крови. Потому что, почему? Потому что мы United. С вами был Миша. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok